Полезный город Здравствуйте, могу с полной уверенностью сказать, дорогие коллеги И Марине Леонидне могу сказать коллеги по моей этой деятельности И Ане по медийной деятельности Руслан, как давно вы в этом статусе? Вот сейчас я задумался, мне почему-то казалось, что где-то около 7,5 лет Хотя Марина Леонидна говорит, что чуть поменьше Но поверьте мне, всё, что после 3 или 5 лет Это уже на самом деле работа, к которой ты уже относишься как к своему важному очень О том, что вас подвигло на этот подвиг, я бы даже сказала в некотором смысле Мы поговорим чуть позже А сейчас я хочу Марину Леонидовну спросить А насколько вообще это распространённая история, когда жильцы активно участвуют в управлении домом? Слово «активный» я здесь не просто так говорю, всё знают Руслана, он человек деятельный Я думаю, что он там тоже на табуреточке в уголке не сидит Вот к великому сожалению, что активных жителей сейчас, ну, может такое время, может занятость Немного, немного Когда есть такой человек в доме, активный, председатель Тогда и жильцы становятся активными Но не все, конечно Ну, вот яркий пример, это пример ярчайший Руслан Олегович Как говорят, человек талантливый, он талантлив во всём Если брать вот такой пример, то с такими домами, с такими председателями, конечно, работать было бы намного легче А обычная ситуация как развивается? Ну, то есть форума ТСЖ предполагает, что вы как обслуживающая организация выступаете, да? В случае, когда вы работаете как управляющая компания, есть ли там активные председатели или, может быть, активные жители, которым не всё равно? Или вот как обычно это бывает, очень сложно раскачать дом на принятие каких-то решений? Ну, в основном на управление приходят те дома, где, ну, нет таких людей активных Часть есть, часть нету, но больше нету таких людей Поэтому они хотят заключить договор на управление Потому что мы всё равно решаем вопросы через собрание То есть мы не принимаем так единолично там вопрос Даже если дом на управлении, знаем свою ответственность Всё равно согласовываем через собрание Но собрание сейчас тоже малочисленное И плюс ковид ещё, да? Да, и ковид И, ну, ходим по квартирам, собираем бюллетени, поэтому свои сложности То есть это вот такой уникальный получается в некотором смысле случай, да? А бывает так, чтобы дом, например, приходил на договор управления А потом через какое-то время появлялся кто-то активный, включался в работу И вам было проще с ним работать? Ну, бывало Ну, обычно нет, обычно, знаете Ну, так вспоминаете, что понятно Обычно Это очень редко Если дом пришёл на управление, они так успокаиваются И, ну, как-то неактивно, так скажем Они с себя, получается, все эти заботы снимают и перепоручают их вам? Ну, практически, да Ну, бывает такое, что, да, приезжают там, покупают квартиры И человек поначалу там начинает проявлять какую-то инициативу А потом тоже как-то всё так стабилизируется и успокаивается Понятно То есть, глядя на всех остальных, он тоже становится менее активным В случае, если мы говорим про дом на Орловской, 14 Руслан, пришло в тот момент, когда вы уже работали на этом доме Или это как-то одновременно произошло? Мы на этом доме работали и достаточно длительно И председателем он там стал не первым Но самым активным и самым удачным, я считаю У вас, Руслан, сразу была форма ТСЖ, да, в доме? Да, вот 20 лет назад Апрель вообще только становился ещё на ноги, можем так сказать И там был предыдущий вот у вас директор Апрель ТЖ, апрель мы имеем в виду, да? Людмила Вениаминовна, которая, к сожалению, ушла от нас Вот и, на мой взгляд, Марина Леонидовна очень вовремя и правильная преемственность произошла И под началом Марины Леонидовны, конечно, коллектив собрался просто потрясающе Видите, мне теперь можно об этом судить, потому что я это знаю не понаслышке Мы общаемся постоянно, взаимодействуем То есть уровень взаимодействия у нас очень высокий, на мой взгляд Никто никогда не обивает пороги Вот это мне очень понравилось И, знаете, говорят, живём душа в душу Это, наверное, действительно так и есть И в этом, конечно, колоссальная заслуга Марины Леонидовны У неё там очень экологичная атмосфера в этом апреле Никто не кричит, не бегает Конечно, бывают моменты, когда... Нервно, да? Нет, все там собираются, такая деловая активность, я это называю Она никогда не повышает голос Она очень компетентно разруливает какие-то вопросы и проблемы У неё кошечки ходят там А да, мы в прошлый раз, по-моему, про это говорили, да? И вот все женщины, хочу вам сказать, которые работают Но у меня, наверное, самые высокие слова о них Красивые все, ухоженные, профессионалы своего дела Умницы всегда подскажут, всегда помогут И для меня лично на сегодняшний день, же апрель Я другого и не желаю себе счастья Если будут меня радиослушатели слушать То я в полной мере могу заявить о том, что Вот это, чуть не сказал такое модное слово, синергия Ваше взаимодействие, да Ваше взаимодействие, да Приводит, по-моему, к такой вот нормальной такой модели Которая, в общем-то, и должна быть, правильно, Марина Леонидовна? Когда человек, компетентно знающий человек Делает свое дело, спокойно приходит, что-то поручает Берет на себя обязательства или вместе что-то мы делаем И дело спорится Вообще, как выстроена история? То есть вы, собственники жилья, принимаете какое-то решение А все работы технические по дому Все это делает ЖИО в апреле То есть нет такого, чтобы вы там где-то на стороне еще искали Каких-то специалистов, полностью перепоручили Все заботы или нет? Нет, нет, вы знаете, у нас мы можем совместно решать эту проблему Потому что очень лояльно на сегодняшний день ЖИО в апреле относится к собственникам жилья Потому что мы в этом случае доминирующий фактор, правильно, да? Ну, это главное получается Да, главное, если мы нашли какого-то подрядчика, например Или доверяем кому-то Или у нас создались устойчивые отношения с ним, уже эффективные То ЖИО в апреле всегда слушает мнение наших жильцов, собственников И у полномочного лица, меня, например И с удовольствием заключают с ним договора И вся система администрирования настолько отлажена Что вообще никаких проблем нет Никто своих не проталкивает Никто не лоббирует Иногда, даже наоборот Когда мы выбираем какого-то подрядчика Всегда прислушиваемся к мнению ЖИО в апреле Потому что, видите, они очень много работают с кем? По разным работам И у каждого есть свой, как говорят, бэкграунд или рейтинг Люди знаете Да, своей работой И иногда, я хочу вам сказать, что рекомендации ЖИО в апреле мастеров Специалистов ЖИО в апреле Они нас, я могу так сказать, даже отводили от каких-то, наверное, нерадивых даже подрядчиков Такие тоже имеются на рынке, к сожалению Мы с Мариной Леонидовной в прошлой программе нашей говорили Вы мне рассказывали совершенно уникальные истории О том, как на доме, например, оставался слесарь, который работал там, да Долгое время, и жильцы хотели его И вы его брали даже в свою компанию, по-моему, там на полставки Или как-то так, да, оформляли его официально И про то, что, например, по очистке снега Вы тоже заключаете договоры с подрядчиками Которые занимаются конкретной работой Выпуской снега Это тоже постоянные люди, которые с вами работают уже не первый год Все знают во всех домах Руслан, тогда смысл какой? Вот же в апреле такие замечательные, да? Зачем вам вообще это СЖ? Это же хлопотно все Слушайте, мне нравится Да ладно? Я вам точно говорю Мне безумно это нравится Потому что, когда ты делаешь что-то хорошее В первую очередь для себя, давайте честно скажем Если этим еще пользуются твои жильцы, ну разве это плохо? Твои соседи, да? Это вообще, я отношусь к это как к некой миссии Это меня заземляет Это мне позволяет рассуждать В том числе и в главной своей работе В работе артистической В работе публичного человека Который зачастую рассуждает о каких-то вещах Совершенно не ведая Правда, Марина Леонидовна? На самом деле, как достигается это все Какими инструментами, какими механизмами Как это все решается У нас ведь очень обывательское мнение сегодня ЖКХ Это проклятые три буквы, понимаете? А я могу ответственно сегодня заявить, что я горжусь тем Что я себя причисляю вот уже несколько лет к сфере ЖКХ И когда меня кто-то спрашивает Я не понаслышке могу сказать о проблемах Я знаю, как сегодня решаются эти вопросы Это все дается очень трудно и сложно Убедить людей Мы тогда поднимали вопрос Очень такой актуальный ремонт подъезда То есть это лицо дома Так вот, на Орловской 14 можно водить экскурсии Что там в подъездах у них? Вот так он отремонтировал подъезд Там некоторые, да зачем нам это? Сейчас они, наверное, приглашают дополнительно гостей, чтобы похвастаться Как они живут? Это очень важно И самое такое главное Вот для меня я всегда говорю, что тепловый узел Узел управления в доме – это сердце дома Ну, много что зависит Так вот, в этом доме тоже можно водить экскурсии У них современный узел У них поставлена автоматика То есть там стоял старый бойлер Сейчас там все современное И заслуга эта чисто Руслана Олеговича И дом экономит на отоплении Да, и на отоплении И качество услуги получаемой у них тоже улучшилось Поэтому вот такой двигатель в доме – это дорогого стоит Я не буду тут кокетничать и говорить, что действительно очень много работы проведено именно мною Но я бы уточнил, в чем эта работа заключалась Это взаимодействие, консолидация самых правильных и нормальных сил в нашем доме Тире в подъезде, у нас одноподъездный дом Это самая непростая задача – сплотить вокруг себя единомышленников Потому что всякие есть люди Но мне действительно удалось, посчастливилось И я хочу, если вдруг меня кто-то услышит Поблагодарить всех тех жильцов, которые жили у нас в доме Которые занимали активную эту позицию Которые меня поддерживали, помогали На кого можно было опереться, да И всем вместе добиться таких результатов, которые у нас сегодня есть Все-таки про ремонт подъезда не дает мне тема покоя Он какой-то просто очень шикарный Необычный Необычный ремонт Ну расскажите, Марина Леонидовна Это рассказать – это как бы не о чем-то Понятно, что надо показывать Мы сейчас расскажем, к вам потом придут все смотреть на экскурсию Никелированными перилами, не удивишь Это надо видеть Коврики Часы висят Да, все это как бы красиво Все в светлых тонах Не просто покрашено Обои, да, там Да, такие венецианские у нас обои есть И у нас уборщица очень хорошая Техслужащие Смотрите, венецианские обои в подъезде – это что-то из области фантастики Ну, штукатурка такая Я понимаю, конечно Я вам что-то хочу сказать Сегодня, конечно, дома очень красиво строятся уже современные Это ведь надо понимать, что мы заехали 20 лет назад в дом Это были экспериментальные дома И для того, чтобы сэкономить Был совершенно применен новый, якобы финский, так сказать, технологический прием Облицовка нашего дома пенопласта И спустя буквально 6 лет наш дом превратился полностью в обшарпанный Как будто в него там стреляли из пушек Понимаете? И вот заслуга предыдущего, например Активного достаточно председателя То есть для своего этапа времени он сыграл свою роль Важную очень Но потом я вам хочу сказать, что одного желания мало Нужно еще и смочь Сегодня управление домом, управление агрегатами, узлами, процессом И, кстати, правовая сторона вопроса сильно изменилась Сегодня любой председатель ТСЖ – это уполномоченный человек, который ставит подпись У него есть электронная подпись Сегодня очень много регламентов мы выполняем Я получаю предписания, в том числе и прокуратуры и так далее Сделать то, сделать это, проверку пройти Лифты нужно обязательно застраховать Все это нужно делать своевременно И на это нужно большое количество времени Заниматься в свободное от работы время Эффективным управлением дома, я вам точно скажу, не получится Ну вот смотрите, мы про Руслана говорим Как про человека активного и про ТСЖ А вообще всегда ли активны жители только тех домов, где ТСЖ? Или есть все-таки, вот мы с вами с этого начали Не только председательные, но и жители какие-то? Ну есть, конечно, активные Приходят с вопросами по ремонту подъезда По ремонту крыши, по вопросам благоустройства Приходят, пишут заявления Ну приходят, пишут заявления и говорят, сделайте нам Делайте нам, но это финансовый вопрос И решать его надо только через собрание То есть история с ремонтом подъезда, например, в случае Орловской-14 Она же как решилась? Я так понимаю, что там собирались жители и принимали решение о том, что подъезд нуждается в ремонте И, возможно, на этом нужны какие-то дополнительные средства Они это делали все самостоятельно, без нашего участия Я могу сказать, Марина Леонидовна, она скромничает Она оказала нам и коллектив «Живо апрель» Оказали нам большое содействие, вот в какой части Когда мы понимаем, что у нас есть насущная проблема Мы разрабатываем план решения этой проблемы Ищем подрядчика, ищем несколько вариантов Выбираем это все на стороне ТСЖ Но дальше мы ищем источники финансирования У нас не так много статей расходов, за которые мы можем это сделать Нам повезло, потому что в свое время мы перевели фонд капитального ремонта на спецсчет То есть у вас эти средства, они в вашем доме получаются? Да, и законодательство очень четко следит, на что мы можем их потратить Иногда потратить мы это не можем, потому что установлены лимиты И установлены сроки, в каком году на что мы можем потратить Износа нашего дома Мы достаточно предпринимали большие усилия, чтобы сформулировать так Объем работы, чтобы и законодательство к нам не имело претензий И насущную проблему решить По одной статье расходов мы никак не могли зайти на капитальный ремонт А мы могли только зайти на текущий счет, на котором у нас не хватало денег И как вы выходили из этой ситуации? Я обратился к Марине Леонидовне, я обратился к коллективу Апреля Они приняли решение все-таки нам помочь, то есть проавансировать часть наших работ Ну и потом, по мере уже поступления денег на счет, эти деньги вернули обратно Это нормальная совершенно форма Нам помогли своевременно решить эти вопросы Люди уже начали наслаждаться жизнью, а не ждать, когда у нас появятся деньги Потому что подрядчик тоже ведь не ждет Мы не можем ему сказать, давай мы с тобой рассчитаемся по мере поступления денег на ходсчет наш И благодаря нашим, еще раз говорю, отношениям с ЖЭУ Апрель нам это удалось сделать Я убежден, что все, кто сотрудничает с ЖЭУ Апрель, так или иначе могут вести диалог в этом ключе Там уж как будет на сегодняшний день принято решение, это все равно прерогатива ЖЭУ Апрель Но более лояльной компании я не знаю Я, поверьте, общался с многими управляющими компаниями А давайте, Марина Леонидовна, напомним, да, вот Руслан говорит, что очень давно с вами работает Ваши сотрудники, они же тоже у вас не меняются, насколько я помню, да, вот из прошлого нашего эфира? Ну, практически не меняются У вас очень такой стабильный кадровый состав Сегодня пришла председатель одного из домов Мы, к сожалению, шесть лет тому назад, ну, расстались И вот она пришла, и она такая Как я рада вас всех видеть на своих местах Я ее понимаю Вы, говорит, доставили мне такое удовольствие Я говорю, да, мы все на своих местах, мы не меняемся Ну, может, стареем, но это... У меня всегда был вопрос, и, пользуясь случаем, я могу дать Конечно Скажите, Марина Леонидовна, ну, вот у вас достаточно такой, давайте, без ложной скромности Такой достаточно высокий рейтинг среди управляющих компаний города Кирова Это ваша заслуга и заслуга вашего коллектива Стоят ли вам в очередь, есть ли у вас лонглист, шортлист? Потому что у меня многие люди спрашивали, а как можно попасть на управление апрелем? Ко мне обращались и обращаются люди, особенно вот дома, которые, ну, там, банкротятся, чем-то недовольны Но, к сожалению, я не сторонник сейчас увеличивать объемы Потому что коллектив сейчас работает на определенных объемах, и мы, ну, с этим справляемся Дом берешь, и его надо восстанавливать, у нас такие дома есть То есть это увеличение жилищного фонда, да, обслуживаемого за счет практически запущенных домов Да, да, и весь коллектив начинает там трудиться, и мне жалко свои дома, с которыми мы работаем Мы начинаем как-то немножко тут ослабевать внимание, поэтому я не сторонник этого Ну, приходит, ну, вот сегодня она пришла и говорит, ну, возьмешь Я говорю, конечно, возьму Столько лет с вами тоже пройдено, ну, так получилось, что мы были не вместе Будем работать снова А я вот сейчас хочу спросить, смотрите, Марина Леонидовна, у вас ведь много домов Управлений достаточно много, мы в прошлый раз говорили, по-моему, около 80, да, у вас в общей сложности Жильцы одних ваших домов, других ваших домов хорошие примеры берут, видят их перед собой, тянутся за ними К сожалению, нахождение наших домов очень разбросано по городу Тут, наверное, вот такую какую-то идею мне сейчас, что надо сфотографировать и повесить в апреле Как это может быть, да? В апреле, да, как это может быть, да-да-да, это мы сделаем, подумаем У нас есть стенд Тем более, я открыт, всегда можно дать номер телефона, и мы расскажем опыт Да-да-да, мы это сделаем Не все, может быть, там штукатурку захотят делать в подъезде, да, либо перила вот эти никелированные Но ведь есть, наверное, примеры Да, что-то подчеркнуть Более-более такие Если ведь и понравится, то люди этим загорятся и скажут Да мы тоже осилим и тоже захотим жить в таком доме А Руслан, дорого обошлось, вот если не секрет? Вы знаете, недорого Мы нашли очень хорошего подрядчика У нас не премиальные, разумеется, все материалы Дальше мы дали очень комфортный разнос по времени То есть люди работали спокойно, не ставили сроки короткие Ну, хочется жить в хорошем доме Но мы прекрасно понимаем, что если изначально дом не был заложен как премиальный Что бы мы там ни делали, ну, смысла просто нет на сегодняшний день Из этого дома делает, так сказать, премиум класс смысл Но я убежден, что если у людей есть потребность, они изменят свой образ жизни Если есть потребность Это кто-то должен сдвинуть Это согласен, да Желание – это желание Но поднять – это все поднять, организовать, объяснить, собрать Кто-то должен взять на себя ответственность Да Ну, у Руслана в доме ТСЖ Дом, который находится, например, на управлении вашей компанией Да, может прийти и сказать Мы хотим сделать ремонт в подъезде Но мы не понимаем, с чего нам начать Мы не знаем вообще никаких специалистов на строительном рынке Что нам делать? Ну, я уже говорила тогда, что у нас есть бригады, с которыми мы работаем достаточно давно То есть это проверенные такие специалисты? Да, проверенные, мы советуемся с ними В тариф, в тех домах, которые даже на управлении, мы не закладываем ремонт подъездов Это уже обсуждается И если есть такие предложения, то мы направляем туда бригаду Они все осмечивают, мы собираемся с жильцами, обсуждаем Поясняем, что вот придется, ну, собрать денежки Кто идет на это, они идут Кто не идет, но оставляем этот вопрос пока открытым Жильцы же могут, наверное, и материалы выбрать, да? То есть есть материалы подороже, есть материалы более бюджетные Тут мы ничего не навязываем, это, пожалуйста, это выбор жильцов Самое главное, что здесь, знаете, не заиграться в такую псевдодемократию Потому что у многих жильцов, условно говоря, пожелания некоторые оторваны от реальности Как лебедь, рак и щука Вот это нельзя допускать И я считаю, что одна из главных задач нашего, все-таки, вот этого института Председатель ТСЖ, она должна быть такая, знаете, очень принципиальная позиция Очень взвешенная позиция И без поддержки, например, обслуживающей организации Очень сложно мне бы было, потому что все мои аргументы всегда находили поддержку Я прежде чем высказывал это все на общем собрании, на правлении или на рабочих группах Я всегда консультировался, чтобы быть в материале Всегда консультировался Если мне не хватало знаний, я всегда шел за знаниями к Марине Леонидовне и к сотрудникам И когда я выдавал компетентные решения, то, как правило, эти компетентные решения Дальше становились в основу уже результата Мне приходится знакомиться с каждым, кто заезжает с новым собственником Я веду реестр, я веду телефоны, как диспетчер То есть я, в принципе, человек, который себе сказал, что я не буду никогда никому из жильцов говорить слово «нет» Я чем смогу? Смогу помочь Но я четко лимитирую свое участие вот в этом процессе Потому что я по статусу точно такой же, как они, собственник жилья Они меня выбрали представлять коллективное мнение И, во-вторых, я работаю на необходимость Если такова необходимость есть, я включаю разумные, так сказать, механизмы реализации этого всего Но вот эти барские дела, когда, например, кто-то позвонит и скажет Руслан Олегович, вот в той-то квартире шумят или там какая-то, на мой взгляд, беда Вызовите милицию Разберитесь-ка, да? Да, я говорю, вызывайте сами Вы тоже гражданин, вы имеете такое же право, как гражданин страны, как жилец То есть я в эти дела не вхожу, потому что у меня был плачевный опыт Когда ты помогаешь одному, второму, третьему А когда приходит время опереться на этих людей Или что-то им поручить, действительно, как правило, большая часть В сторонку так отходят, да? Они отказываются это делать А другая часть просто некомпетентна То есть они даже составить бумагу не могут Особенно оппоненты И им нужно просто, ну, склочники, знаете, в каждом доме бывает Бывает такое, конечно, да Но, тем не менее, они охотно пользуются благами, да, которые мы делаем Они довольны, наверное, ну, это же очевидно По хорошей плитке хорошо ходить, правда, да, не скользя и так далее, да? Но у них есть своё мнение, как надо было сделать Или как можно было сделать Так вот, доверьте этим людям реальное дело И вы поймёте, кто на самом деле есть деловой человек Который воплощает все задачи в жизнь А кто и так просто поговорить Правда, Марина Леонидовна? Вот, Марина Леонидовна, часто бывает такое, да, что вроде Идея какая-то хорошая, часть жильцов подвигает её, да И вдруг есть человек, который говорит, не надо нам это Да, конечно, бывает Практически в каждом доме Практически в каждом доме Практически, но это меньшинство И если вот в таком случае, как у Руслана Олеговича Он заслужил это доверие В своём деле он авторитет, да, мы все любуемся, да, всё Но заслужить доверие своих соседей Это тоже очень важно Чтобы они доверяли Потому что если они доверяют председателю То они и нам доверяют Мы начали с этого, да Много ли таких у вас активных председателей? Я хочу пожелать себе, чтобы вот таких председателей у нас было больше И поэтому нам будет, ну, легче работать и легче жить К сожалению, великому есть У меня тоже есть председатели активные Такие, со знанием дела Но их мало Хочу пожелать, чтобы было больше Вот есть люди-председатели активные И есть практически в каждом доме те, кто ставит палки в колёса Да, не даёт работать Как вы с этими вообще людьми работаете? Вам приходится их убеждать или это сами жители делают? Вы знаете, как приходится ещё убеждать? Не один раз побеседуешь Не один раз пригласишь Не один раз переговоришь и по телефону и лично И когда ты его убеждаешь, что это надо для дома сделать И у тебя получается, конечно, это радостно Бывает по таким вот вопросам Там замена теплосчётчика Вот вышел срок теплосчётчика Его надо менять Нет, начинают спорить, начинают что-то доказывать Когда это вот уже... Воспочтение необходимости, да? И поэтому сложно Вода счётчики, помните, как мы меняли? Да, да всё сложно, всё сложно И когда вот такая подпорка, что вот тебе такая подмога Позвонил, сказал, всё понято, всё уже работаем Вообще вменяемых людей как бы больше всё равно Договороспособных, да? Договороспособных, причём мне кажется, что те, кто не договариваются Они по сути своей всё равно отдают себе отчёт И понимают, что мы делаем правильно Но вот у них есть какая-то внутренняя потребность спорить Да, да, да Мешать Но принцип демократического централизма никто не отменял В любом случае решает большинство И я бы хотел ко всем обратиться, кто нас будет слушать Представители вот этой отрасли, скажем так Или мои коллеги по общественной работе Нужно правильно выстраивать Согласно жилищного кодекса И вообще выстраивать вот эту иерархию управления Общим имуществом Мне, например, последние несколько лет Очень помогает то, что мы создали очень деятельное правление Есть соратники Да, у нас одно время правление было формальное, номинальное Просто людей назначали, они говорили да Они не глядя подписывались Потом они говорили, я не хочу, да хочу и так далее Мы собрали очень хорошее правление И теперь я подчиняюсь правлению И выборы мои тоже, правление будет участвовать И также оно выражает общее мнение То есть у вас там парламентская республика, можно сказать Да, поэтому, честно вам скажу Резидент подчиняется Какое-то время мы собирались раз в три месяца на собрание А кто знает, что такое собрание жильцов, товарищи? Все знают Я как специалист, это отдельное шоу Ко мне однажды звонят и спрашивают Слушай, а ты где сейчас выступаешь? Я говорю, да я выступаю на первом Они говорят, в канале? Я говорю, нет, это же Я стою на первом этаже и практически там ломаю коленцы И каждые три месяца мы собирались А когда мы настроили системное управление домом То я вам скажу честно, что мы иной раз собираемся раз в год И то для того, чтобы решить какие-то важные, насущные, ключевые вопросы По каким-то глобальным ремонтам, тратам и так далее Вот сейчас у нас будет необходимость собираться по уставу Но необходимости собираться для того, чтобы что-то обсуждать у нас нет Мы настроили так сегодня работу в доме, что все работает как часы И мало того, я могу сказать опять-таки про Марину Леонидовну и Апрель Мы не исключаем возможности, что в ближайшее время появятся новые формы, мобильные приложения Все процессы сегодня оптимизируются И вот, например, мы как жильцы, я как председатель ТСЖ Если мы найдем сегодня форму, например, заочного проведения собраний И решения малозначительных вопросов при помощи какого-то мобильного приложения и фиксирования его То, наверное, это будет лучше со всех сторон А если принимать сегодня нашу уже непростую эпидемиологическую обстановку, в которой мы живем два года То, наверное, на сегодняшний день, чтобы не собирать вот эти, как говорится, вечи А там иногда такие эмоции происходят Это у меня будет отдельная, так сказать, в книге глава Шоумен и управдом Все какие-то взаимные претензии жильцов друг к другу выплескиваются Помимо обсуждения основных вопросов Но Марина Леонидовна в прошлый раз мне рассказывала, что для тех жителей, кому все-таки удобно общаться очно Как раз вот для этого у вас и телефоны, да, мобильные То есть не колл-центр, а именно живые мобильные телефоны, по которым мастера отвечают, есть И эта возможность наверняка сохранится Потому что жители ведь есть, кто любит глаза в глаза общаться Все-таки мы человеки, мы живем в социуме, живем Главное, чтобы роскошь человеческого общения не превращалась в сказку о потерянном времени Ну мы любим, обожаем, когда приходит Руслан Олегович Это оптимизм, это песни, это, ну... Комплименты Комплименты, вкусняшки какие-то Ну да, это сразу так будражи, там где-то что-то, а тут и все, фейерверк, и опять работаем Я просто, знаете, знаю, насколько им непросто И в какой-то момент, делая так, я как будто бы хочу часть их эмоциональной нагрузки, понимаете, снять чуть-чуть Потому что... И мы очень благодарны за это Да, вот это человека-нелюбие наше Придет человек, выльет один, другой, третий Но Марина Леонидовна, надо признаться, что это просто коммуникатор 99-го уровня и огнетушитель, понимаете Я помню, как, например, мои оппоненты были исполнены, знаете, такого праведного гнева И говорили, мы сейчас пойдем в апрель, да мы там все разнесем, да мы все говорим И я потом прихожу и говорю, Марина Леонидовна, ну что, приходили? Она говорит, приходили Я говорю, а что делали? Чай пили А требовали что-то? Нет А это? А так без проблем мы отдадим А что? Ничего, просто поговори, люди ушли, все Вот как важно, да, все-таки быть человеком, который может общаться напрямую Спасибо большое нашим гостям К сожалению, время наше заканчивается Руслану Мамедову, общественному культурному деятелю И председателю ТСЖ на Орловской 14 Я удивлена, Аняка, в какой ипостаси все участие к вам приду? Ну, подумаем Пути Господни неисповедимы Да, это правда И Марине Суворовой, директору управляющей компании «Жил апрель» Это была программа «Полезный город» Мы с вами прощаемся, до свидания Всего доброго Управляющая компания «Жил апрель» Жилищно-эксплуатационные услуги По вопросам сотрудничества можно обращаться по адресу Город Киров, улица Казанская, 83 Или по телефону 67 67 37 Полезный город